И смотрите Привет, сегодня мы поговорим о замене подшипников в стиральной машине И первое, на что нужно обратить внимание, это убедиться в том, что действительно проблема в подшипнике Для вашего удобства мы разбили видео на две части Это короткая версия и длинная версия Короткая версия занимает 5 минут Длинная версия занимает аж 30 минут И если вы меня сейчас видите и слышите это, значит вы смотрите длинную версию Короткая версия будет в описании 5 минут, кратенько, все сжатенько, все понятно, доступно А для людей, которые любят вникнуть и хотят вникнуть поглубже, прежде чем заниматься ремонтом стиральной машины Мы подготовили это длинное видео, которое разбили на 6 этапов Каждый этот этап имеет свой тайм-код, то есть время в этом видео В описании вы можете кликнуть и перейти к нужному вам разделу Диагностика неисправности именно подшипников Стиральная машина может шуметь не только по причине выхода подшипников из строя Это может быть косточка бюстгальтера, которая попала между теном и нашим барабаном И издает скрижечущий неприятный звук Очень часто начинающие мастера или клиенты начинают разбирать всю машинку А в результате выясняют, что проблема в маленькой косточке Либо в иных каких-то посторонних предметах, которые не дают нашему барабану спокойно вращаться Первое, что нужно сделать, это крутнуть барабан в обе стороны Вот у нас он даже аж закусывает Сейчас я микрофон размещу внутрь и вы послушаете перекатывающийся звук Вот этот звук означает, что шарики у подшипника Они уже стали не шариками, а квадратиками И из-за этого такой звук неприятный Соответственно, у нас вот в этой версии, кстати Машинка узкая и сам барабан еще не сильно имеет качение вот это Если машинка более глубокой загрузки, то с выходом подшипников из строя Сам барабан может внутри бака бить И уже начать задевать и за пластиковые борта, и за манжету И может это все неблагополучно закончится Так что если у вас шумит машинка, болтается там барабан Не ждите до последнего, вызывайте мастера Либо сами меняйте подшипники Перед тем, как лезть в замену подшипников Нужно убедиться в том, что в принципе у нас бак позволяет это сделать Современные производители стараются как можно удешевить И сделать более неремонтопригодную технику Поэтому многие стиральные машины современные Они сделаны из неразборных баков, из пластиковых Которые нельзя разобрать, не нарушив существенную его конструкцию В четвертом 4.1 пункте мы обязательно поговорим Все-таки как это сделать Но мы настоятельно не рекомендуем этого делать Потому что, как показывает практика Ремонтные вот эти клеенные баки Они долго не ходят То есть все равно это лишь временная мера И если у вас подшипники полетели на клееном баке Либо меняйте весь бак Ну, либо переходите к пункту 4.1 Таймкод будет в описании И как заменить подшипники на клееном баке Для того, чтобы посмотреть какой у нас бак Нам нужно снять верхнюю крышку Все верхние крышки держатся на двух болтах, которые сзади Я использую вот такой вот набор бит бошевский Мне очень нравится Единственное, что пару бит уже, конечно, потерял И вот такую вот отвертку, которая имеет сзади пяточку Для того, чтобы ставить маленькую трещоточку на 1,25 дюйма То есть вы вставляете, то есть если вы руками где-то не дохватает вам усилий докрутить Вы сзади приделываете трещоточку и крутите Очень удобно То есть какие-то отвертки с переключателями, со встроенными трещотками Я не рекомендую У меня несколько их было Ходят они, как правило, не больше года И мне не нравится Тут видно, что на стиральной машинке клиент подошел такой прямо с умом Заглушечку поставил на кран То есть, и смотрите Снимаем Здесь вот у нас вот крючочки Они сюда входят, зацепляются То есть, соответственно, чтобы снять Нам надо ее сдернуть И в сторону Теперь смотрим вовнутрь Видим у нас вот этот вот модуль управления Это бункер для загрузки порошка и моющих средств А вот там вот как раз-таки бак И, как видим, у нас раз, два, три пошли саморезики Не саморезы, а такие шурупы такие хорошие Соответственно, у нас этот бак разборный Данная машинка Зануси И, на мой взгляд, это уникальная стиральная машинка Которых сейчас, к сожалению, не делают Если только какой-то, может быть, супер бренд Который в России не продается По крайней мере, у нас я такой надежности И такой добротности я такого не встречал Чтобы машинка отработала на одних подшипников Вот эта машинка 18 лет В новой машинке вы такого не найдете То есть машинка у нас Зануси И главный плюс этих машинок То, что у них разборный корпус То есть вот одна половинка корпуса Вот вторая половинка корпуса Нам нужно открутить болты сверху Открутить болты сбоку Если я не ошибаюсь, открутить болты сзади Да, еще два болта сзади Вот Вот эта у нас половинка тогда уйдет И мы получим доступ ко всем потрохам Давайте этим и займемся Причем у нас клиент-то такой с хитрецой Оказывается У нас он откручивал это все И надо будет все внимательно смотреть Очень важный совет для мастеров Все фиксировать Потому что клиенты сейчас есть Ну, я не хочу обидеть клиента Да, но есть такие говнюки Которые подспихивают, втюхивают и так далее Вот Смотреть нужно внимательно И опять же мы используем мою чудо-отвертку Которую снимаем Переходник для бит Одеваем головочку на оси И спокойненько Откручиваем нашу крышку Ну, крышка явно снималась до этого Это 100% Потому что Видно по саморезам, что они откручивались Один саморез даже он не откручен Для удобства хранения я использую такую плошечку Куда складывать все открученные болтики Соответственно У нас не получится, что какой-то болтик Не откручен На более дешевых стиральных машинах Вот эта часть, она, конечно же, не снимается Она приварена намертво И у вас не получится ничего с ней сделать И доставать бак нужно будет сверху Снимая все Это крайне неудобно Нужна помощь старого человека Но, что поделать Очень желательно иметь все биты И с отверстиями И без отверстий То есть, чтобы у нас 100% Все открутилось А то вы полмашинки разберете И вот, видите, здесь вот Один болтик, он такой вот С хитрецой, так сказать Но здесь явно откручивалось Потому что здесь вот Отломан один Кончик Так, мы снимаем Нашу половинку Так, дальше В продолжении Результата диагностики Нужно снять Ремень Этот у нас Вращается хорошо А этот, соответственно Няхти Да, ну здесь Судя вот по этому Шкиву Незаметно, что у нас Снимали его Вот, но Все равно Кажется мне, что здесь Кто-то побывал до нас Для того, чтобы ничего не перепутать Нужно сделать фотографию Того, как Все это выглядело И делать каждую фотографию Каждый этап Это потом вам пригодится Если вы это делаете В первый раз Снимали союз Таким образом Не без помощи молотка, но тем не менее мы откручиваем наш шкив. Как видим он покрыт синей такой красочкой, это фиксатор резьбы, чтобы он не открутился во время стирки у вас. Снимаем шкив и у нас здесь двухрядный подшипник. Подшипники однозначно лучше брать SKF. Это проверенная фирма и SKF нужно брать именно в пакетике, чтобы упаковка была в пакете. На пакете было написано Indesit, Virpal, Candy. О чем это говорит? О том, что бренды бытовой техники покупают у SKF большие партии в палетах, упаковывают их в свои, применяют у себя на производстве и упаковывают в свою упаковочку и уже здесь рассылают по сервисным центрам. Это гораздо лучше качество, чем SKF в коробочке. SKF в коробочке тоже неплохие, но попадается очень большое количество брака. По всем остальным подшипникам я вообще информации не имею, мы их не применяем и стараемся их не ставить. То есть NSK какие-то там еще что-то мы стараемся не ставить. Возьмем сальник 25-47-10. Сальник этот имеет внутренний диаметр 25 мм, наружный диаметр 47 мм, высоту 10 мм. Но не все сальники такие простые. Бывает, что, допустим, 25-47-10 дробь 1,5. О чем это говорит? О том, что высота посадки сальника у нас на 10, а общая габаритная высота сальника за счет внутренней юбочки у нас получается 11,5 мм. То есть и вот такой двойной размер. Такой же двойной размер бывает и по наружному диаметру, когда есть такая юбочка, которая применяется в старых баках из нержавейки. Как приятно в руках держать хороший стальной противовес. К сожалению, на новых машинках сталь заменили бетонными плиточками, так назовем, которые в принципе тоже тяжелые, но все равно это не стальные. Это все ненадежно. Снимаем наливной хомут. Как я уже сказал, на этой машинке двухрядный подшипник. А почему двухрядный? Потому что все по уму. Потому что машинка узенькая и здесь по-любому нужен двухрядный подшипник. Такой мощный. Зачем двухрядный? По габаритам он съеженный. Но по сути это два подшипника, которые близко друг с другом. Но они мощные. Соответственно, здесь такое применяется. И все это хорошо и красиво. Но, к сожалению, потек он и вышел из строя. Да, у нас остался... Мы даже не будем извращаться, крутить там. Почему? Потому что у нас осталось совсем ничего. Мы, соответственно, снимаем с движка клеммы. Скинем мы прямо все с движком. Скинем... Так, это у нас переливной. Вот это сливной сейчас скинем. У нас вот этот вот шланчик идет к датчику уровня воды. За ним очень внимательно. То есть вот мы его отсоединили. Все, он у нас нигде ничего не цепляет. Дальше мы сейчас будем доставать бак. Но прежде нужно снять манжету. Снимаем вот это кольцо пластиковое. И манжету аккуратненько. Сначала вот здесь вот все снимаем. Потом ее запихиваем вовнутрь. Запихнули и закрываем. Ну что, теперь остается только открутить саморезы и снять половинку бака. И так, для того, чтобы у нас половинки разъединились, нам еще нужно снять амортизаторы. У них вот такие вот чопики, которые... Сейчас я разверну. Пластиковые вот такие вот. Соответственно, я их сжимаю. Снимаем половиночку нашу. Достаем наш барабан. Он находится у нас, кстати, в хорошем состоянии. Смотрим втулочку. Втулка, в принципе, тоже в хорошем состоянии. Очень все добротно, чистенько сделано. А вот сальничек уже трындец. Ну и нагревательный элемент мы заменим в качестве бонуса. Так, сальник можно доставать разными способами. Там, кто как приноровится. Я вот делаю это пассатижами. Так. У нас здесь красивый, хороший двойной сальник. Офигенный. Вот такой вот сальник. К сожалению, маркировки нету. Вот. Сейчас будем мерить по размерам. Меряем здесь 40. И здесь 60. 40 на 60. И высота у нас получается 8. Если вы занимаетесь этим в первый раз и дальше это не планируете делать, то вам нужен большой молоток и подходящая выкладка для того, чтобы демонтировать данный подшипник. Если же вы считаете себя мастером, то вы просто обязаны иметь как минимум винтовой, резьбовой, так сказать, съемник. Лучше, конечно, гидравлический. Где-то в мастерской, чтобы у вас это все выпрессовалось, запрессовалось хорошо. Все, чтобы было ровненько и заподлицо. Вот только после этого вы можете называть себя мастером и профессиональным ремонтом. А то, что вы в визитке написали профессиональный ремонт, это ничего еще пока не значит. Смазку мы вот такую итальянскую применяем. Худро. Номер два. Она совместима с щелочной средой. Первое. Второе. У нее температурный режим от минус 18 до плюс 190 градусов. Что выше, чем у любого литола, еще чего-то. И коэффициент вязкости NLGE у нее номер два. То есть не третий, а номер два. Она более пластичная, более вязкая. Подшипники будем, естественно, ставить только SKF. В родном, так сказать, исполнении. Вот. Именно в пакетике. И именно подшипник SKF. Но на данном баке нам нужно сперва достать стопорное кольцо. Для замены нагревательного элемента очень удобно использовать вот такой переходничок. Не знаю, как он правильно называется, но вот здесь вот на 10. А здесь вот есть под отвертку. Почему именно такой лучше использовать? Ну, потому что гаечка иногда закручивается на тене достаточно далеко. И торчок сильно вылазит. И обычными головками просто-напросто не подлезть. Долженно, что под нагреваем на трубочке кольцо-стрел. П capt means Colombia. worldк пáticas 테рубов твоимездом было относительно покрытие й дичь с uhh сердце. П좋им. Этот делка. Эт! Эт! По собственному передачу, Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok